здравствуйте ребята вот такой вот прикол случился сегодня у нас 4 марта но вчера ближе к вечеру 3 марта воскресенье начал потихоньку идти снежок так начал начал и в итоге в итоге короче нас снегом но не я бы не сказал что завалило но снег нападал где-то так ну дюймов на 5 наверное снега было у нас во всяком случае вот возле дома вот смотрите кстати мобильные дома так называемые стоят они не то что они куда-то ездят они просто здесь привезены и поставлены вам по-моему это все в аренду сдается централизованно как-то каким-то образом насколько я понимаю но и наверное таки довольно дешево не знаю цен вообще не знаю попробуем интернете может поищем как-нибудь так что такой прикол у нас уже третий год получается прошлом году и в позапрошлом году в марте было больше всего снега и вот пришел март и выпало снега больше чем не в сумме но больше чем каждый раз выпадала за всю эту зиму то есть столько еще не было ну как сказать там 5 дюймов то есть нужно сантиметров 10 снега там не больше то есть ничего страшного вообще не проблема почиститься пришлось конечно вообще я смотрю температурка поднялась довольно относительно высокий плюс был конечно так там пробочка а мы поедем сюда где пробочки нет я специально другой дорогой поехал ну чтобы вам не скучно было хотя бы посмотреть это все конечно такие полу ну видите не совсем жилые как бы районы вот здесь вот это такое забыл как это называется пром ну а вот как типа ну типа промзона вот что-то типа такого то есть видите ну не только здесь не промышленная именно зона здесь вот какие-то склады какие-то офисы там чего-то есть ну в общем разная какая-то фигня вот вот здесь машины ремонтируют что-то механик было написано или я может быть не увидел я увидел только слово механик все вот уже а вот вдруг раз резко и дома пошли вот так вот резко это все меняется ну что и вы знаете я считаю что снега выпало ну не так уж и много но вот прошло вот смотрите я бы так сказал часов наверно 12 с момента как закончился снег вот сейчас прошло но вот дороги почистили сразу вообще претензий нет так желтый свет и не красный был когда пересек стоп линию это очень хорошо значит нарушения нет во всяком случае по нашим правилам здесь но вы знаете школы у нас закрыли кстати во всем городе нью-йорк я знаю что школы тоже закрыли то есть школы сегодня не работали и я считаю что это ну вот сегодня но вообще дурь какая-то полнейшая потому что человек закрывать вычистили снег с утра и все открыли все нормально то есть вот у меня работа не было открыто закрыта например кстати у нас офис открылся там на час всего позже обычного то есть я обычно там 9 еду сегодня я ехал должен был приехать 10 но на самом деле я приехал без 10 11 но это не страшно у нас с этим все в порядке у нас не тюрьма поэтому почему я опоздал потому что снег вокруг дома чистил просто хотел уже закончить полностью везде а вышел как-то поздно это делать в общем я проспал так сказать проснулся около девяти часов утра нормально за за счет снега я еще как бы поспал дольше чем обычная поспал вот так вот нам снег но зато вот вы видите что происходит через 12 часов после того как выпадет ну не такой уж прям большой снег вот 10 сантиметров примерно даже на траве он уже растаял но это просто потому что сегодня именно плюсовая температура так конечно он настолько быстро не тает более глубокой зимой но вот вы видите то что вы видите забыл как эта улица называется я люблю конечно называть название улицы это видео кстати ни о чем как вы понимаете то есть тут никакого смысла никакой смысловой нагрузки она не несет вот мне кстати прикололи комментарии с прошлого видео где я там распаковывал то что нам доставили еду очень смешно было некоторых экспертов значит читать или некоторых там которые которые считают что типа этого мало хотя ну может быть с другой стороны я же сам не сказал что это ж только расходный именно материал быстрого который быстро тратится естественно у нас есть морозильник и даже в принципе второй где лежит мясо и довольно надолго потому что мы просто берем да покупаем магазине костка мясо сразу на пару месяцев чтобы все время этим не заниматься ну и естественно там очень много-много-много приколов я начитался было были пару дебильных комментариев по моему даже одного какого-то я забанил вообще потому что нечего писать всякий всякий бред ну и вот и дальше продолжаем вот этот данкин донат спереди это новое здание старое здание стояло прямо перед перед тем вот где сейчас стоит новое здание старое работало новое прямо сзади него строили потом быстренько закрыли его на пару недель разбомбили старое здание раз-два и уже новое открыли и парковку заасфальтировали и все в общем все готово и заведение вернулось своей обычной работе давайте посмотрим что у нас еще какой тут смотрите видите все парковки даже расчистили не но улица расчистили вообще все видимо уже даже не чищеных не осталось может где-то мелкие конечно чё за чё за клоуны тут стоят вот по некоторым машинам сразу видно что они никуда не уезжали потому что снег еще так на стекле остался блокирует дворники но это явно показатель того что они вообще еще никуда не ездили что дворники как раз таки и нужны вообще у нас есть закон да я думаю много он где есть что положено весь снег и лед с машины счищать там с крыши со всего потому что он падает же на других людей он же вылетает людям но вы знаете не все не все в этом плане у нас тут законопослушные есть некоторые которые только со стекла переднего снег убирают а на крыше это все потом у них слетает я считаю что таких клоунов нужно штрафовать и правильно сделать правильно делают что наверное иногда все-таки ловят я так надеюсь и штрафуют реально едешь за ним ладно снег у него слетает с крыши но бывает что это уже какая-то замерзшая дина слетает с крыши и тут уже вы знаете ничего приятного в этом нет как тебе по стеклу залетит но и вообще может заблокировать ваш обзор так что да я считаю что нефига жалеть таких личностей и нужно их наказывать самым жестким образом за такие вот поступки нехорошие посмотрите где не солнечная сторона с северной стороны у домов еще крыши в снегу а с другой стороны если посмотреть на дома то на крыше уже снега нет но это тоже хотя он и вон и с другой стороны я вижу снег но в общем солнце не успела выжечь значит весь снег отсюда вот такой у нас месяц март уже третий год я даже не знаю будет еще снег или нет но вероятность этому и вероятность этого есть и это показывает прошлое и позапрошлый год в общем такие вот нас новости друзья мои а на этом я наверное уже с вами прощаюсь оно ни о чем ни о чем но как бы мне далеко-то не ехать поэтому до свидания да и до новых встреч пока